Снежный и холодный март наконец-то позади в свои законные права вступил апрель. Надеюсь, с ним придет и весна. А это значит, что пора переодеваться в более легкую одежду и обувь. А еще с приходом весны приходит сезон загара. Конечно, загорать под солнцем еще холодно, поэтому самое время заглянуть в солярий. Чтобы процедура принесла не только золотистый оттенок кожи, но и пользу, загорать нужно правильно. Для начала выберем крем для загара. Он защитит твою кожу от пересыхания и придаст загару красивый оттенок. В его состав входят витамины, минералы и другие полезные вещества, которые питают кожу и сводят на нет вредное воздействие солярия. Крем выбрали? Идем дальше. Выбираем солярий. Например, горизонтальный. Только здесь ты можешь расслабиться, как на пляже. И только здесь есть специальные, более щадящие лампы для лица. Недостаток горизонтального солярия в том, что загар может получиться неравномерным. Вертикальный солярий. Вот где ровный загар. Только лампы здесь мощнее, так что время сеанса нужно сокращать. В горизонтальном солярии лучше загорают лицо и ноги, а в вертикальном – руки и живот. А вот та же установка только с виброплатформой. За счет улучшения кровооблющения загар будет лучше липнуть. И плюс ко всему неплохая зарядка для тела. Только вот с заболеваниями спины в такой солярии нельзя. Противопоказанием к солярию является, ну, во-первых, это медицинские противопоказания. Это наличие новообразований на коже, таких как кератомы, множественные папилломы, множественные родинки. Также дерматологическое противопоказание – это наличие фотодерматоза, усиленная чувствительность к солнечному свету. Нежелательное применение солярия людям с повышенным артериальным давлением и страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Также противопоказан солярии беременным женщинам и кормящим матерям. Также, по мнению экспертов ВОЗ, Всемирной организации здравоохранения, не рекомендуется использование солярия лицам младше 18 лет. В вертикальном солярии ноги загорают хуже из-за оттока крови, поэтому крем с разогревающим эффектом тебе в помощь. А еще запоминай простые движения. Просто перебирай ноги на ногу. Теперь очищаем кожу. Никакой декоративной косметики, духов и дезодоранта. Украшения снимаем на глаза, очки, на голову, шапочку. Хочешь получить ровный загар, загорай топливость. Только не забудь про защиту груди. Никаких ватных дисков, смоченных водой. Только стеки. У них есть специальное покрытие, которое отталкивает у их лучи. И, кстати, самое главное – время загара. Минимальное время – 3 минуты, с чего стоит начинать. Максимально 10-15 минут. Все зависит от типа кожи. Светлокожим нужно поменьше времени даже максимально. А те, кто более смуглые, с темной кожей, тем можно побольше. Например, 15-20 минут – это много. Но все, опять же, зависит от мощности самих ламп. Периодичность загара можно каждый день, можно через день. Но главное, чтобы прошло 12 часов между посещением. Про средства после загара тоже не нужно забывать. Такие крема увлажнят твою кожу и успокоят покраснение. А еще рекомендуется выпить стакан морковного сока. В нем содержится каротин, который поможет сделать загар более стойким. И самое главное, благовещенец во всем должна быть мером. Посещай солярий не часто, но регулярно. И ты никогда не потеряешь тонкую грань между красивым загаром и загаром а-ля курица-гриф. Марина, Юрина по рубрике.